Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юдиневич. С чемпионата Европы по пароплаванию домой вернулась арчанка Виктория Ищеулова. В Орском аэропорту триумфатору португальских соревнований приготовили теплую встречу. Усталая, но счастливая наша героиня принимает поздравления. На Мадейре пришлось выступать без передышки. И каждый день в сильной кампании Ищеулова завоевывала медали, почти все сопровождая новыми рекордами России. И это в чужой стране, без своего тренера. Тренеры сказали, твоя спортсменка вообще супер-пупер, она была самая спокойная. Потому что некоторых уже начинало трясти еще до поездки в Португалию, уже на сборах в Раминском. И тренеры подходили, говорили. Я сказала, ходи, улыбайся. В Португалии специалисты отмечали отличную технику арчанки практически во всех стилях плавания. Виктория выступила лучше всех в российской сборной. В ее копилке семь медалей, четыре из которых высшие пробы. На дистанциях 50 метров вольным стилем, сотни брасом и на спине 200 комплексом. Она молодец, она выдержала все тренировки этого года, несмотря на то, что в том году была пандемия. И я знаю, что у нее были проблемы с тренировочным процессом по поводу бассейна. Но, тем не менее, она продолжала тренировки даже во время пандемии. И поэтому вот этот результат, это заслуженный. Небольшой отдых и снова за работу. Как это ни странно звучит, но Виктории нужно стать еще сильнее. Ровно через три месяца главный старт в карьере. Паралимпиада в Токио. В продолжение паралимпийской темы. Вчера игроки слэдж-хоккейного клуба «Ястребы», тезки и однофамильцы, два Алексея Еремина, отправились в расположение национальной сборной России для участия в Кубке Континента. Турнир состоится в Сочи. За медали будут бороться четыре команды. Две сборные нашей страны, а также слэдж-хоккеисты Казахстана и Словакии. На чемпионате Европы по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выступит оренбурженка Александра Неделько. Она многократная чемпионка России. В текущем сезоне на Кубке страны Александра завоевала золото в прыжках в длину и бронзу в беге на 200 метров. Европейский чемпионат пройдет на следующей неделе в Польше. А в Оренбурге состоялись легкоатлетический чемпионат и юниорское первенство области. На одноименном стадионе собрались ведущие спортсмены региона из областного центра Орска, Акбулака, Курманаевки, Бугуруслана. В общем, всех центров, культивирующих легкую атлетику. После зимнего сезона в Манежах атлеты приступили к соревнованиям под открытым небом. Зимой в Манеже прыгался неплохо. На областных соревнованиях довольно-таки неплохо выступил. Но перед главным стартом немного подвернул ногу и выступил, так скажем, как смог. Вархудинов в итоге выиграл прыжки с результатом 2-10. А наряду с авторитетами на стадионе Оренбург выступали и перспективные юниоры, на которых тренеры сборной рассчитывают уже в самое ближайшее время. Наши перспективные юноши Арина Фоминых. Вот сегодня она побежит 100 метров. Максим Шелих из Акбулака, спортсмен. Ну и еще на заводе Никита Босинков, наш такой уважаемый уже прыгон в длину. Ну и еще можно. Овсяникова не выступает. Она у нас уже прошла отборочные соревнования в городе Вуфе. Она выиграла 29 апреля соревнование там. Сейчас она готовится к участию в Кубке Федерации. Она побежит в Сочи 29 мая. Программа соревнований включала в себя большинство видов королевы спорта. Прыжки в длину и высоту, толкание ядра и метание диска. Бег на дистанциях от 100 до 1500 метров. Гладкий и с барьерами. Участникам пришлось состязаться в нехарактерную для мая жару. Но все оказались в равных условиях. Девочка вот прыгала сейчас. Орла Маверена. Она прыгнула. У них 3,80 мастер спорта. Она 3,83 прыгнула. Вот. И она, в общем-то, выполнила норматив мастера. Но это пока вот здесь областные соревнования, чемпионат области. А у нас 14 июня предстоят соревнования уже на чемпионате России в Чебоксарах. Если она прыгнет там за 3,80, то ей присвоят норматив мастера спорта. Погода, безусловно, повлияла на выступления спортсменов. Но были отличные результаты. Например, у Никиты Богданова на дистанции 400 метров. А Павел Кукушкин на 100-метровке показал время 10,3 секунды. Это норматив мастера спорта. Но на соревнованиях областного уровня такие разряды не присваиваются. Статус нужен выше. И шанс пробежать не хуже и завоевать мастерское звание будет у Кукушкина и других членов сборной области на следующей неделе в Чебоксарах, где одновременно пройдут этап летней юниорской спартакиады и чемпионат Приволжского федерального округа. Это были новости спорта. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин